Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Сегодня четвертая беседа, четвертая часть, такой большой беседы или же семинара, можно так сказать, даже предпуримного. Так и называется, Пурим. Сегодня четвертая часть, четвертая беседа. Предыдущие трансляции, предыдущие части, они есть здесь на Ютубе, поэтому можете их посмотреть. Сегодня особенная будет часть, вы сейчас сами поймете, почему. Значит, место из Писания, которое я здесь выделил, именно из Нового Завета выставил, это послание к кремлинам 8.28. Написано, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Еще раз, вот то место из Писания, фрагмент, с которого хочу начать, обозначил я как раз здесь вот, в комментарии. Римлянам послание из Нового Завета, послание к римлянам 8.32. Так, Роман пишет здесь уже, приветствуется, доброго вечера, мир вам, мир вам тоже, аллилуйя. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Дамы и господа, братья и сестры, я сегодня вообще молюсь о гонимых верующих, вот, и даже такое короткое видео записал здесь вот в парке Киото, прогуливаясь сегодня. Но, правда, днем было так вот очень ветрено здесь, сейчас под вечер уже успокоилась как бы природа. Вот, и, ну и на сердце у меня было тоже так вот ветрено, знаете ли, вот просто действительно молился за гонимых верующих. Я прочитал как раз, еще раз прочел, значит, уже поподробнее. Так, сейчас я посмотрю, где здесь я закладочку даже оставил. А, Новая газета называется, издание такое, светское издание, Новая газета. И там публикации как раз о гонениях на верующих в России. Сегодня действительно ужасные гонения в России на верующих разных конфессий, разных динаминаций. Вот, и так или иначе на всех, кто не вписывается в религиозные такие политические структуры. Да, это ужасно, конечно. И вот одно из самых таких вопиющих злодеяний сегодняшней инквизиции, современной инквизиции в России, она так и называется, но таковой является, по сути. Это преследование пытки и издевательства над верующими свидетелей Иеговы, организацией свидетелей Иеговы. Вот, я уже несколько месяцев подряд публикуюсь на фейсбуке, по таким, как хэштег называется, да, решетка такая, решетка. Я пишу, ну, кроме обычного своего, там, архиепископ Сергей Жуалев, одним словом, я пишу также с решеткой с этой, я тоже свидетелей Иеговы. Вот, и как раз пишу о гонениях на верующих, о пытках, пытки самые изощренные. Знаете ли, вот перечитываешь свидетельства этих людей, то такое ощущение, что Советский Союз так и не упал, так и не исчез он никуда. Такое ощущение, что вот гонения снова поднимаются в духе вот тех советских времен. Вот, и знаете, это, конечно, ужасно. Вот, только было верующие обрадовались, что пала эта империя зла, угнетавшая святых, угнетавшая веру в Бога, как таковую вообще, безбожный СССР, рухнул, слава Богу. Бог услышал молитву миллионов, миллионов верующих, разной конфессии, молящихся как здесь, так и, в общем-то, в свободном мире, также молящихся. Вот, роман пишет, але у свидетелей воваси, да, и вира, то далека вид библийные. Ну, а те, кто их пытает, их вера вообще далека от библейной веры, от библейской веры. Знаете ли, здесь сейчас не разговор о вере даже. Вот, я не говорю, что их учение, я разделяю, их учение весьма еретическое. Вот, как бы это, ну, скажу так, в христианстве очень даже, как бы, известный факт такой. Вот, свидетели вовы являются одной из таких христианских сект, или околохристианских сект, ну, христианских. Одной из ветвей христианства, будем договорить, современного, да. Вот, и подавляющее большинство христианских конфессий, конечно, к ним отношение имеет такое довольно очень, ну, как вот иудеи к самарянам в свое время. Да, слава Богу. И в Украине, да, в Украине свобода. Здесь, конечно, я вот сегодня тоже был на Лесовой, возле рынка, как раз, Лесовой, значит, и там смотрю, стоят тоже свидетели Иговы. Я, не знаю, я готов их хоть целовать, их обнимать, вот, понимаете ли. Я очень Богу благодарен, что здесь, в Украине, нама гонения. Да, в Украине нет гонений, я об этом тоже свидетельствую везде, вот, и, но, к сожалению, вот, такая гремучая смесь фашизма и коммунизма, гибридная такая империя, сегодня, значит, поднимается в России. И Роман пишет, а зря, а зря, в смысле, что в Украине нама гонений. Знаете, брат, я не думаю, что верующим надо жаждать гонений, я не думаю, хотя есть такое мнение, есть, я встречал таких братьев и общался, был в таких собраниях, которые даже лет 15 назад молились, что, Господи, дай нам гонения. Мол, и прочее. Но, на самом деле, гонения, это хорошо со стороны смотреть, но, вот, именно, испытывать их, честно говоря, очень и очень тяжело. Вот, а Роман пишет, нет, целовать их, а, в смысле, не гонения, он, Роман имеет в виду целовать их. Вот, нет, я действительно готов их целовать, потому что люди, понимаете ли, из всех христианских течений, вот, в Украине, это наиболее активная часть, и пусть даже там учения их очень довольно странные и далекые от Библии, да, значит, хотя, ну, это такой вопрос другой уже. Я сейчас не хочу разбирать их учения, как бы, посвящать им, вот, вечер не хочу, вот, но я молюсь за этих братьев, молюсь за свидетелей Говы, вот, и я знаю, что благодаря их труду, колоссальному труду, миссионерскому, евангельскому труду, миллионы людей слышали и слышат Слово Божье. Знаете ли, и очень часто, вот, и мы православные, и католики, и протестантские разные течения осуждают их, вот, но не делают даже одной тысячной того, что они делают, вот. И я думаю, что, знаете ли, Иисус однажды тоже сказал, что, когда его спросили, значит, кто ближний мой, кто ближний, он привел в пример тоже вот такого свидетеля, будем договорить, Иегова, тоже такого. Даже еще хуже, чем отношение было иудеев и самарян вообще непримиримое, они не общались, потому что самаритяне, мы знаем из Библии, да, откуда они взялись, мы читаем это в Библии, что они частично учение истинное, учение Торы взяли, вот, но смешали его со своими различными языческими учениями, доктринами. Вот, и Иисус этого сектанта поставил в пример всем иудеям, чтобы они подражали его вере, вот так вот. Это, да, они очень активны и извели с истинного пути очень многих людей, за них очень надо молиться, да. Вот, ну, многих, вот, Роман пишет, что извели с истинного пути, вот, я лично знаю наоборот, что очень многих направили на путь истинный, очень многих. Вот, я встречал и среди баптистов, и среди писятников, и среди адвентистов я встречал, среди харизматов общался с теми, кто свой путь христианский начинал у свидетелей Иеговы. Кто, кому первыми, кому Библию впервые открыли вообще свидетели и сказали, что Бог есть вообще на белом свете. В начале 90-х это было мощнейшее такое движение, вот, и для России свидетели Иегова сделали такое благо, что это, ну, просто, ну, скажу, трудно переоценить это вообще, очень трудно переоценить. Я и в православных церквях, храмах, православных храмах Московского Патриархата, где я служил раньше, вот, до 96-го года, я встречал тех людей, которых именно к Богу, к вере, именно к самому размышлению о вере, о Боге, полтопнули именно свидетели Иеговы. Вот, и Роман пишет тоже, я лично Библию первый раз узнал именно от них, да, вот, поэтому, значит, они делают дело Божье, великое дело Божье, вот, и, конечно, молюсь за них. Но я сейчас не о том, я сейчас не хотел, не хотел вечер посвящать именно свидетелям Иеговы, вот, или каким-то другим организациям, но я очень люблю этих братьев, молюсь за них, и знаю, что Бог их очень сильно любит, очень сильно благоставляет их. Вот, и через них просвещает очень многие народы бывшего постсоветского пространства, вот, а в самом начале 90-х, когда вообще Слово Божье было неизвестно советскому человеку, вот, то процентов 90 всего вот этого материала Библии, самих Библий распространяли именно свидетели Иеговы. Поэтому, знаете ли, кому честь, тому честь, и действительно, вот, они герои, и потрудились очень хорошо, и трудятся по сей день. Вот, в Киеве, я, допустим, я и сообщаюсь тоже, вижу возле метро, то баптисты, то писятники проповедуют, то адвентисты, вот, встретил одного брата, проповедуют, прям, вот, как раз по Киото ходил, как раз, с трактатиками такими, тоже я взял у него трактатик, но так активно, как свидетели, никто в Киеве не проповедует, никто. Ни православные, ни протестанты, ни католики, никто. Вот, это очень важно даже отметить. Вот, и я к чему говорю, что прочитал я об этих гонениях, ну, вот здесь, сейчас вот, из новой газеты. Так, здесь написано о том, что аресты, аресты и допросы. Одним словом, их пытали электрошокерами и пытают сегодня, сейчас, вот, в наши дни, в наши дни. Вот, издеваются и, знаете ли, просто, как вот, описание, как вот было в ЧК, в КГБ, вот, в гестапо, вот, вот на таком же уровне, в наш век, в наши дни. И при том, фотографии двух вот этих палачей опубликовали, вот, именно, кто руководит, руководит вот этими арестами, обысками и вот этой инквизицией в России. Молодые ребята, лет 30, одному меньше даже 30 лет, вот, значит, другому чуть больше 30 лет. Молодые ребята и молодые офицеры, следователи по особо важным делам этим, ну, понимаете ли, ой, и они обогрили свои руки кровью невинных верующих, которые, вся вина была которых лишь в том и есть, что они просто читают Библию, молятся, как они понимают, вот. Вот, и, ну, это, конечно, очень-очень страшно, конечно. Вот, поэтому, я сам немного просто знаю, кто не испытывал гонений, те, конечно, могут сказать, ну, как бы, ну, ладно, вот, всегда ж гнали. Я просто это близко принимаю, может, к сердцу, потому что сам испытывал тоже гонения определенные и в советское время, в советской армии, когда служил, вот, я об этом свидетельствую, много одно время даже свидетельствовал, рассказывал в церквях, вот, как в карцере морили меня, как тоже избивали, как, значит, печень, почки отбивали, ноги отбивали, на морозе держали, фактически целую ночь при температуре ниже 30 градусов мороза, опускалась температура, вот, всю ночь, в, при том, в сапогах, значит, на боссу ногу, я не оговорился, без портянок даже, отнимали портянки, значит, и выгоняли в кирзачах на боссу ногу, на улице температура ниже 30 градусов, то есть, как я выжил, один только лишь босс знает вообще, вот, я даже сейчас, вот, ну, мне самому чудно все это даже рассказывать, потому что прошло уже много лет уже и, понимаете ли, но вся вина моя была в том, молодого солдата, пацана совсем еще тогда, вся вина в том, что на моем личном деле еще в военкомате кто-то написал из офицеров верующий, вот, они узнали, хотя меня не спрашивали о вере, я не помню, чтобы меня в военкомате спрашивали о чем-то, но, видимо, кто-то из ребят, кто-то, вот, ну, как говорится, застучал, или, как сказать, сообщил, не знаю, как еще это объяснить, вот, и я на самом деле, я читал, пел в церкви, помогал священнику в сельском храме, вот, и ребятам в училище художественном я рассказывал, конечно, о вере, о Боге, вот, и, знаете ли, вот, этого было достаточно в советское время, чтобы попасть в черный список такой, неблагонадежных людей, и, знаете ли, вот, полгода, последние полгода службы, они были просто адскими для меня, но, друзья, я, значит, скажу, вот, вспоминая все то, и как в карцере потом, последний раз, когда закрыли в карцер меня, то держали там полтора месяца в карцере, ну, те, кто были в карцере вообще когда-то, ну, по каким, по разным причинам, тем, значит, не надо объяснять, что такое карцер, ну, это как грузовой лифт, цементный мешок такой, застрявший на какое-то количество времени, вот, там никакой мебели нету, ну, именно как цементный такой мешок, будем так говорить, полумрак там постоянно такой, значит, и ты теряешь счет времени, часам, времени, суткам, вот, и, значит, плюс дышать хлоркой этой, там ребятам делали как раз передо мной аквариум так называемый, издевались, не знаю, за что пытали тех ребят, издевались над теми солдатами, я не знаю, вот, но издевались именно вот так называемым аквариумом, я был сразу после аквариума там, это, это страшная вещь, аквариум у нас назывался на Гаупахте, это такая процедура издевательства, пытки, когда туда, в этот карцер наливали 2-3 ведра там, сколько там, несколько ведер, короче, холодной воды, вот, и совок хлорки бросали туда, и закрывали тебя там, а камера фактически герметична, вот, это, это не передать, это сразу сопли, слезы, башка вот такая, человек очень быстро теряет сознание и его оттуда вытаскивают, вот, при, значит, с ним брыкается, процедура повторяется, вот, и, значит, я был сразу после этого аквариума, это что-то страшное, я, только меня туда поместили, у меня сопли, слезы, все обожгло здесь, это, это страшно вообще, ощущение, что просто ты умираешь, просто теряешь сознание, но я сознание не потерял, вот, и в таком состоянии находился, вот, этим хлором травили, значит, и много других вещей, я не знаю, за что тех ребят так, над ними так издевались, но я знаю, что, за что меня держали там, ненависть ротного командира и некоторых других, некоторых других офицеров вызывала именно веру в Бога, не всех офицеров, многие офицеры даже сочувствовали мне, я это понимал, но они не могли ничего сделать, потому что КПСС, это была коммунистическая еще империя, СССР, вот, и они все были коммунистами, хотя многие тайком, это, как я сейчас понимаю, уже взрослый человек, я уже понимаю, что многие из этих офицеров, они были, может, не то, что верующие, но где-то что-то они знали, слышали, интересовались, понимаете ли, то есть, где-то, может, в душе, где-то, как говорят, но что-то в них теплилось, но они ничего не могли сделать, эти офицеры, вот, а вот те, кто, вот, гнобил так меня, то, значит, конечно, это было страшно. Я выжил, выжил, но, понимаете ли, выжил исключительно благодаря Богу, если бы не Бог, то я бы просто, моего здоровья не хватило бы, у меня отнимались ноги, то есть, это вообще полностью, вот, как вот, как был, так и упал, и все, и ног не чувствую абсолютно, как будто их нету, вот, вот, просто сижу на цементе, и все, значит, вот, и были разные издевательства, значит, и моральные, физические, аморальные, духовные издевательства, что запрещалось вообще, то есть, даже в таком состоянии, в карцере, молиться нельзя было, вот, а я хотел обращаться, но это во благо, послужило, в принципе, мне во благо впоследствии, я это понял, каким образом, что я научился молиться безмолвно, научился не просто молиться безмолвно, а вопить к Богу безмолвно, безмолвный крик, будем так говорить, вот, то, что я тогда освоил, это, ну, не от хорошей жизни, конечно, освоил, будем так говорить, не от хорошей жизни, я, как бы, научился тому, но мне это в жизни очень потом пригодилось, вот, что не только молиться можно молча, но даже вопить, кричать, и за все, истошно кричать к Богу молча, совершенно беззвучно, вот, и это не передать, этому я научился уже, вот, последний раз, когда был в карцере, полтора месяца меня держали там, вот, ну, по истечении этого месяца, вот, пребывания там, я вот примерно вот уже научился, там, я просто вопил к Богу, истошно, со всей мочи вопил к Богу, но безмолвно, вот, и, но Господь услышал и помиловал, там в карцере я видел видение, ну, проще говоря, ко мне пришел Иисус туда, в карцер, ко мне он пришел туда, и он пришел улыбающийся, очень довольный, счастливый, такой, очень радостный, вот, я видел разные иконы, изображающие Иисуса, допустим, но никогда не видел улыбающегося Иисуса, тем более вот так вот улыбающегося, прям, это надо было видеться, вот, и он не только пришел ко мне, не только придержал меня, не только утешил меня, как говорится, накормил, напоил меня, согрел меня, вот, свет, яркий свет прошел насквозь меня, и этот свет, он как будто бы согрел меня, как будто бы он меня напоил, накормил, Я выспался как будто бы. Потому что к тому времени уже месяц я не спал. Это ужасная пытка, конечно. А еще ужаснее это почти не пил. И как я вышел тоже я не знаю, как я вышел, честно говоря. Потому что без жидкости человек долго не может прожить. Но там давали на день, пол кружки наливали, такое жижи. Вот такая железно-металлическая кружка солдатская обычная. И пол кружки примерно наливали, больше, меньше, такой жижи. Вот это как чай, не чай. Но то, что оставалось, видимо, в бачке, ну это страшно было. В нормальных условиях эту помойку пить не будешь. Но там даже это за счастье было. Попить хоть немного жидкости какой-то. И вот так вот, да. И я даже здесь в Киеве, когда свидетельствовал об этом однажды, ко мне подходил один офицер, полковник, пожилой человек уже. Он преподаватель был. С ним были курсанты военного. Училища, будущие офицеры. Тогда вот. И они слышали мое свидетельство это. И вот тот полковник, пожилой человек, он медик. А, кстати, это были курсанты медицинского этого, как называется, военного училища. То есть это будущие военные медики, военные врачи. Вот. И он подошел ко мне и вот так вот сказал, что так вот так вот. Я послушал ваш рассказ. И то, что вы рассказали, это, ну, скорее всего, это галлюцинация, говорит. Потому что вы дышали хлором долго, потом, значит, не спали, в холоде были, значит, ну, полтора месяца мерзнуть. Это страшно. Почти при нулевой температуре. Я говорю, выжить условий было, шансов было почти не, почти не было шансов выжить у меня. Вот. Но я выжил. Господь защитил, действительно заступился. Вот. И он сказал, что то, что вы видели, вот это была галлюцинация. Но я ему объяснил. И сказал свою позицию по этому поводу. И сказал, что товарищ, или как господин, там, не помню, как обратился к нему уже полковник. Говорю, при всем уважении к вам, вот, как врачу, как военному врачу. Он говорит, да, вот, такие издевательства, конечно, они бывали иногда. Но, вот, это, конечно, ну, очень страшно. Ему было слышать подобное издевательство, о подобном издевательстве в советской армии. Он сам же советский офицер бывший. Вот. И он, значит, сказал так, что, да, это была галлюцинация. А я ему в ответ сказал следующее. И ребятам, вот, этим будущим военным врачам. Я сказал, знаете, вот, при всем уважении, вот, к вам, к вашим погонам, положению вашему, что вы врач военный, это не была галлюцинация. Потому что галлюцинация, она, насколько я понимаю, она имеет какое-то влияние лишь на того, кто переживает ее. Но, а видение, оно касается всех, многих людей, по крайней мере, и меняет обстоятельства. Галлюцинация не может поменять обстоятельств никак. Это лишь касается лишь психико, души, как бы, человека самого. Вот. Но то, что я видел Иисуса, все поменялось во мне, во-первых. Даже чисто физиологически, физически. Я две недели последних там оставался, в этом карцере. Но я не остывал. Я был теплым. И когда оттуда освобождался, или увольнялся, я уже, по сути, увольнялся с галпахты, по сути. Вот. То, значит, я был теплым. И этот свет, который был, да, вот, он насквозь меня прошел. Он меня согрел. Я не остывал. Он меня напоил, накормил. Я не хотел пить, есть, не хотел спать, не хотел. Не потому, что привык, да, это не совершенно другое ощущение. Абсолютно другое ощущение. Вот. Когда привыкаешь, это другое. А здесь было именно вот довольство. Мое тело было довольно. Оно было полностью удовлетворено. Вот. Во всех потребностях своих. физических, физиологических. Вот. И плюс еще, я там все, две недели последних этих непрестанно улыбался. Два-четыре часа в сутки. Семь дней в неделю. Да, две недели подряд я улыбался. Но, правда, раз в сутки я понимал, что еще, думаю, скажут еще, что дурак, значит, там, сошел с ума. Значит, я поэтому, когда заступал на воротов караул, вот, и уже открывались двери соседних каких-то камер этих, вот, я понимал, сейчас откроют карцер, ко мне зайдут. То я пытался сделать серьезное лицо, изобразить как раз серьезное лицо пытался в этот момент. И вот единственный момент, когда я был, вот, ну, как бы внешне серьезен, как бы, значит, не улыбался. Это вот как раз вот момент, когда заходили ко мне в камеру, значит, проверяли, смотрели, значит, и уходили. И когда уходили, закрывали собой камеру, я снова расслаблялся, я снова улыбался, вот, и не переставая улыбался. И днем, и ночью, два-четыре часа в сутки, семь дней в неделю, две недели подряд улыбался. Даже когда освобождался из этого карцера, значит, то у меня вот эти мышцы болели даже, потому что, ну, приятно болели. Так, знаете, что, потому что растянута была улыбка, как гуэмплен какой-то, я не знаю, как назвать это, но улыбка просто вот она была, и все. Да, вот, и все поменялось. В моих обстоятельствах, вот в чем дело, меня должны были в дисбат отправить, в дисбат меня не отправили, должны были полтора года дисбата, и плюс еще с дисбата дембель ногами вперед обещали сделать. Начальник дисбата в Московской области, куда меня должны были отправить, мне так объяснили, что это родной дядя вот этого старшего лейтенанта, моего командира, командира роты нашей. И они дембель ногами вперед там каким-то ребятам уже сделали, мне так объяснили, может, пугали, не знаю, может, правда, теперь уж трудно сказать что-то. Вот, значит, и вот так вот, меня не посадили в дисбат, дембель у меня не был ногами вперед, я уволился вот на своих двоих. Вот, а тот офицер, я не знал, что случилось с офицерами вообще и с этим офицером. Это потом уже спустя там какое-то время я узнал случайно, как бы, да, чисто случайно. Опять-таки, его величество случай – это псевдоним, его величество – Господа Бога. Вот, и узнал продолжение этой истории, вернее, как бы, узнал, что произошло, как бы, и что происходило, и что произошло именно, когда все это происходило со мной. Что произошло в части. Вот, и, а что произошло, я в 91-м году, в конце 91-го года, последние месяцы еще были Советского Союза, но я уже нес дьяконское служение, и меня руку положили тогда как раз в Иерее, в священнике, да, в конце лета, и, значит, и я служил уже в Рязани, в Борисоглебском соборе тогда. Вот, и, я, значит, в Москву часто ездил электричкой с Рязани, и, вот, значит, и, представляете, однажды, уже с Москвы отправлялся куда-то, я не помню еще, да, с Москвы, напротив меня сел один человек, и он на меня смотрит так и говорит, Сережа, я, я не узнал его даже, честно говоря, сразу, а потом, о, потом узнал. Вот, оказывается, это был бывший прапорщик, значит, секретной части полка, вот, особист, или как его назвать, не знаю, ну, секретной части полка, короче, прапорщик. Вот, и он, оказывается, уже уволился, вот, ну, еще был Союз, Советский Союз, но некоторые уже увольнялись, уже понимали, что как бы уже все уже, эта махина рушится, оставались в последнем месте Советского Союза, да, получается, уже конец лета, 91-го года. Вот, значит, и он мне говорит, Сережа, да, он был рад увидеть меня в Риасе, там, да, с крестом на груди, я иерей, я священник, еду, я всегда путешествовал так вот тогда, в Риасе, прям с крестом на груди, вот, хотя в то время это была диковинка вообще, сейчас-то более-менее примелькались, тогда, значит, была очень большая диковинка, но я всегда вот свидетельствовал, рассказывал людям о Боге, беседы такие вел с людьми, с попутчиками, слава Богу. Вот, и, и он мне говорит, а, ты не знаешь, или там, или вы, он как бы не помню, ну, как на вы, потому что, а, он не просто уволился, кстати, этот прапорщик, он стал диаконом в Москве, в одном из храмов, то есть, ну, и по диаконству тогда, точнее, и по диаконству. Ну, уже как бы, уже начал уже служить, уже в храме, вот так вот. Вот, и, конечно, я был очень рад тоже, говорю, вот, товарищ прапорщик, слава Богу, тоже. И он сказал, что на него очень сильно произвело впечатление, вот, мое происшествие со мной, вот, произвело на него впечатление, мое свидетельство, будем так говорить. Вот, но о вере, о Боге мы с ним мало говорили, я даже не помню, честно говоря, чтобы мы с ним говорили, так вот, именно о вере конкретно. Вот, но, вот, ну, а, Новый Завет доставал я ему, конечно, да, тогда тоже доставал. В советское время, в 80-е годы, это была большая редкость, вот, но через священника нашего, отца Иоанна, Паташинского, благочинного, я доставал вот эти Новые Заветы. Вот, тогда, помню, как раз, по 25 рублей, маленькие такие карманы Нового Заветы, вот, но, как бы, редкое издание такое, да, вообще, в то время, в 80-е годы, шутка ли. Вот, доставать, я доставал, и священник мне, значит, передавал эти Новые Заветы. Я каждый раз, там, когда в храм иду, то у меня, там, по тем временам советских еще денег, там, по 200-300 рублей у меня в кармане. Это вот, офицеры в складчат мне по 25 рублей отдавали, и с нашего батальона, с других батальонов, полка, с курса выстрел, там, короче, отдавали мне. И я приносил стопочку уже этих Новых Заветов, и офицерам, товарищам, тогда еще раздавал. Вот, так что, такая была моя миссия. И ему тоже доставали Новый Завет. Так вот, и он рассказал, что, что произошло. Оказывается, тот офицер, который хотел мне дембель ногами вперед сделать, он сам уволился из армии, как говорится, ногами вперед в гробу. Он, погиб он, трагически погиб, вот, и я когда, а он говорит, а ты не знал разве, я говорю, откуда я знал? Я, я вообще, меня вот, значит, с галпах-то меня освободили, я пришел в расположение роты, помылся, потому что я полтора месяца не мылся, вот, грязный весь, значит, там, вообще, вонючий. Я помылся хоть, значит, попил воды, значит, нормально, пошел в столовую, покушал, значит, там, и, а что делать, я не знаю дальше. Вот, кстати, тоже никакого заворота не было, там, кишок, там, потому что шутка, или полтора месяца не есть. А здесь я поел, и хорошо поел, первый, второй, там, значит, там, компоты какие-то, ну, что было там у них, там, я все взял, там, в хлеборезке взял, там, хлеба, там, масло, там, значит, там, взял, поел хорошо. С чаем, а, не компот, а чай, с чаем-то, вот, значит, но, значит, все нормально, то есть, организм мой, как будто бы он всегда ел, то есть, никакого не было, там, сбоя, там, не знаю, там, проблемы какой-то. Это я часто уже так вспоминаю. Тогда я еще был молодой, может, глупый, может, сейчас бы я, может, так не сделал бы, не стал бы есть так сразу много, так, вот, но я сейчас не о том даже. А знаете, что, значит, меня вызвали в штаб полка, я пришел, видел начальника штаба, пожилого этого человека, подполковника нашего, да, он вручил мне документы, кто-то из лейтенантов, я не помню даже, кто там, меня сопроводил, до КПП провел меня, и все. Я больше и в части не показывался, даже не знал, что там произошло, там, у них, там, и происходило, или что-то, я не знал. Вот, просто все воспринял, как данность, вот, а тот, бывший прапорщик, он рассказал, что вот этот лейтенант, старший лейтенант, он умер, погиб, погиб, именно. Вот так вот, и когда он мне это рассказывал, ну, там, с подробностями такими, знаете ли, я слушал его, у меня, вот, знаете, вот, просто мурашки ходили, знаете, как, шерсть дыбом, говорят, вот, вот такое впечатление было. Потому что я понимал, что, вот, как вот в Писании говорится, я сразу вспоминал то, что говорится, там, в Писаниях, что касающееся вас касается зеница ока его. Спасибо тебе, Господи, спасибо. Когда верующего, знаете ли, вот, бьют, касаются, так вот, его, да, гонят, преследуют, это очень тяжело. Ну, но, с другой стороны, наша задача, я это потом понял, вот, как вот осознал, как христианин, это понял, как священник, тем более, что надо молиться за гонителей. Я это знал всегда, в принципе, я так в целом-то благоставлял, в целом, но так конкретно не молился, вот, в карцере, находясь, допустим, за гонителей своих. То есть, у меня не было такого понимания четкого, вот, именно о необходимости молиться за гонителей. Хотя я Библию-то знал, читал, значит, там, до армии-то еще, вот, с 83-го, с 84-го года Библию-то я штудировал, вот, и не просто штудировал, а жил ей, жил этим словом. Вот, и знаете ли, конечно, одно дело знать, другое дело познать это все, познать. И вот, тот урок мне был на всю жизнь. Как важно молиться за гонителей наших, как важно молиться за обижающих нас, гонящих нас, преследующих нас, клевещущих на нас. Как важно молиться. Знаете ли, если верующие гонят человека, да, если верующий мало погружается в Бога, да, и Бог в него мало погружается, и, как бы, он еще, как бы, ну, не знаю, короче, это мое, так, просто наблюдение. Может, я, не знаю, не прав, может. Одним словом, то для гонителей это не так опасно. Это более-менее так сходит с рук, ну, по наблюдениям моим, опять-таки, субъективным. Но если человек, он погружается в Бога сильно, и Бог в него погружается, баптизо это совершается, вот, то, что крещение, да, совершается, баптизо, вот, то тогда касающийся человека верующего, гонитель, он, не важно, какого он сословия, положения, какого он, какие у него связи, там, какое у него здоровье, не важно. Абсолютно. Он тогда касается зеницы ока Божьего, и, как бы, как будто бы тычет в глаз Богу. Это страшно. И я много очень примеров знаю из истории христианства, когда это до добра не доводит. Вот, и из жизни современной знаю много таких примеров. Поэтому, даже когда, вот, я прочитал о тех пытках в России, которым подвергаются сейчас верующие, там, вот, я... И там фотографии выставили двух офицеров, молодых офицеров, одному еще 30, нет, другому чуть за 30. Вот, и... У меня первое, что возникло сразу, это желание помолиться за них, благоставить их, и всех сотрудников их, кто либо по долгу службы, им так сказали, вот, они исполняли приказ, либо по рвению, такому неразумному рвению, усердию гонят верующих. Но люди не понимают, что играют с огнем. Играют с огнем. А верующих пусть Бог укрепит, пусть Бог утешит, благоставит. Я сегодня хочу тоже... И вечером я обычно трансляцию... В трансляции не делаю причастие, обычно я потом уже сам делаю один-один с Богом причастие. Вот, но сейчас хочу все-таки, я так подумал, по ходу всего этого свидетельства, совершу-ка я причастие сейчас, прямо вместе с вами. У меня виноградный сок есть. Это из синагоги. Такая бутылочка такая, да. Кошерная, кошерный такой виноградный сок. Плод виноградной лозы. И хала, шабатные хала. Я... Ну, не всегда могу позволить в синагоге, там дорого достаточно, покупать виноградный сок. Там вино, виноградный сок, синагогальные, обычно дорогие. И хала там дороже намного. Но при возможности финансовой я все время стараюсь там покупать в синагоге. Это для меня тоже, как бы, определенная лепта моя, значит, в еврейский народ. И моя самая идентификация тоже, значит, и... Да и для меня это вот тоже, как бы, связь определенная времен. Ну, потому что, и веры, потому что христианство, оно из лона библейского иудаизма вышло. Вот, и у нас общее. Машиах нас, наш Христос Иисус, Машиах Иешуа, Он есть Спаситель наш. И Он есть свет просвещения всех народов. И слава народа своего Израиля. Аминь. Ну, вот. Сегодня я хотел больше о Пуриме говорить. Но вот то, что я рассказывал сегодня, свидетельствовал, это тоже Пурим. Это Пурим, ну, в еврейской традиции мы называем это Катан Пурим. Катан Пурим. Потому что Пурим это Пурим, библейский праздник, целая книга Библии посвящена как раз этому событию, книга из Сфири. Мы читаем, перечитываем ее, наслаждаемся, удивляемся, восхищаемся, восторгаемся, празднуем, ликуем. И с года в год, на протяжении всех этих столетий, воспоминая чудесное избавление от рук антисемитов и избавление от той напасти, которая на нас, знаете ли, уже надвигалась. Да, это мог бы быть Холокост тех лет. Да и еще и даже гораздо более, скажу так, ужаснейший, нежели даже при Гитлере и Сталине и прочих тиранах было. Почему? Потому что в основном евреи как раз и проживали вот на территории империи. То есть это у дьявола могло бы получиться через Омана этого нечестивого, тогдашнего фюрера, там, могло бы получиться действительно, ну, почти стопроцентное, или даже стопроцентное уничтожение еврейского народа. Вот так вот, дамы и господа. Но Бог помиловал нас тогда. И мы добрым словом вспоминаем царицу Исфирь, и Мордыхая вспоминаем, и покаяние еврейского народа. Вот мы будем об этом говорить 20-го числа, 19-го марта вечером и 20-го с утра, в их раз, пост Исфири будет воспоминаться. Вот, а сам праздник Пурим в этом году, 21-го и 22-го марта, это соответствует 14-му и 15-му числам Адара 2-го. Всего 5779-го года от сотворения мира. Ну, а от нашего исхода, это завершение уже, завершается последний месяц, последний месяц 3330-го года от нашего исхода. Аллилуйя. Да, слава Тебе, Господи. И вот о том, что я рассказал, свое свидетельство сегодня больше, почему это важно, я считаю, потому как кровью Агнса и словом свидетельства своего побеждаем Лукавого. И все его лукавство. А еще почему? Потому что это мой Пурим Катан. Катан Пурим это малый Пурим, который происходит в отдельных общинах, в отдельных странах, в отдельных судьбах, будем так говорить, в отдельных семьях. Вот, мой личный Катан Пурим был тогда, в 80-е годы, в Советском Союзе. В моей жизни тогда простого советского солдата, рядового советской армии. Вот, и это был Катан Пурим, это было избавление, потому что, вот то, что я выше написал, из Римлян, да, читали мы вместе, Римлянам 8, 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Аминь. Так что, дамы и господа, вот, скажу, что даже гонение верующим действительно содействует ко благу, даже когда нас клевещут, когда нас гонят, когда, вот, шторм, какой-то ураган против нас воздвигается. Вот, во благо Бог обращает все. Бог обращает все. Вот, и не будь тогда у меня в жизни такого испытания, в жизни, я бы многим вещам не научился бы, вот так скоро, я думаю, а может вообще не научился бы, даже не знаю. В частности, вот, безмолвному крику, безмолвному воплю к Богу, к небесам и многим другим вещам. Моя молитвенная школа была большей частью, как раз вот именно в карцере, там. Так что, во благо все Бог обращает. Вот, и чтобы не проходили верующие, сегодня, сегодня, вот, в России верующих гонят, сегодня в Северной Корее, в некоторых других странах мира верующих подвергают серьезнейшим гонениям, вообще, пыткам, издевательствам. Но, Господь всемогущий, Он, проводя даже сквозь долину тени смертной, Он успокаивает нас. Его жезл, Его посох успокаивает нас. Аминь, аминь, аминь. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Где бы я ни шел, ты всегда со мной, Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох Успокой от меня, Господь, ты пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, К водам тихим водишь меня, Господь. О, слава, слава, слава. Адонай, Элогим, Цеваот, Аллилуйя. Иегова, Бог Авраама, Исаака Якова, Отец мой, Сущий на небесах, да святится имя Твое, И да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе Твоя воля в моей жизни свершается, Как на небесах свершается она, слава Тебе. И как Ты простил меня, как Ты прощаешь нас, Мы можем прощать других людей. Спасибо Тебе, Господь, за все. Господь, Ты пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Ты покоишь меня на злачных пожитях, К водам тихим водишь меня, Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Где бы я ни шел, Ты всегда со мной, Аллилуйя. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Твой жезл, Твой посох, Успокой от меня, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за Твой божественный пурин в наших судьбах. Благодарю Тебя за календарный пурин, приближающийся праздник, библейский праздник, пурин. Я благодарю Тебя сегодня, Господь, за царицу Исфирь, за Мордыхая, за то, что Ты, Господь, через этих смиренных людей совершил великое избавление, спасение народа Своего. Спасибо Тебе, Господь. Восхитительная книга, восхитительная книга Исфири, рассказывает нам в Библии о великом чуде Твоем, Божьем. И хотя Ты остался за кулисами, Ты, как невидимый режиссер этого спектакля-театра. Боже, спасибо Тебе, Господь, Тебе вся слава и хвала. Тебе вся слава и хвала, Господь наш, слава Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя и за пурин, катан пурин, за пурин в моей жизни, тогда, в 80-е годы произошедшей в Советской Армии. Благодарю Тебя за пуримы в судьбах моих братьев, сестер, верующих разной конфессии, разной деноминации, разной идеологии, теологии. Боже, да святится имя Твое святое. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенный, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенный, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Господь, Отец, возлюбивший мир, сущий на небесах. И отдавший Сына Своего, душу Свою за нас положивший, кровушку Свою за нас проливший, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И я благодарю Тебя, Господь. Смерть Господню возвещаю, доколе Ты придешь, Иисус. Тело Твое, кровь Твоя, истина, пища и питье Мое. Ты во мне, а я в Тебе. Боже Всемогущий, я принадлежу Тебе, возлюбленный мой, а Ты, мой возлюбленный, принадлежишь мне. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо. Тело Христа, кровь Иисуса Христа. Примите, едите, братья и сестры. Тело Христа, кровь Иисуса Христа. Господь, Ты, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, к водам тихим, водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за победу Твою. Благодарю Тебя, Боже. Аллилуйя. Аминь и Аминь. Аллилуйя пишет шалом. Ольга пишет слава нашему Господу. Аминь, Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя. Иудхей, Вавхей. Иегова, Творец сущий. Сущий, сущий. Спасибо, спасибо, спасибо. Сущий Бог. Благодарю Тебя за кровь святую. Агнца Твоего. Моего Спасителя. Господа моего Искупителя. Который я спасен. Исцелен. Благословлен всеми благословениями небес. Благодарю Тебя, Господь. За победу Твою. Благодарю Тебя за жизнь вечную. Бесконечную. Счастливую, пресчастливую. Святой, святой, святой. Кадош, кадош, кадош. Адонай, Элогим, Цебаот. Аллилуйя. Благословляю Вас, братья и сестры. Благословляю пусть и ночью, сегодняшней ночью, наступающей. Божий Дух Святой. Роха, кадош. Он обучает нас, наставляет нас в сновидениях. Спасибо Тебе, Господь. И утром да пробудет у нас к словословию. Как сказано, и был вечер, и было утро. День следующий. Спасибо Тебе, Господь. Братья и сестры, и в 6 утра подключайтесь к трансляции с утренней молитвы по киевскому времени. По московскому. 7 утра получается, да. Благоставляю всех Вас благословением священническим. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Из города Киева, Божьей милостью и благодатью, спасибо, Господи, за все. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножатца. Аминь. Заглашайтесь с Богом. Спокойной ночи. Благословляю, Добранич. Благословляю всех Вас во имя Иисуса, во имя Господня. Господь, Ты пастырь мой.